Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире кулинарное шоу «Готовить ярвантом», то есть со мной. Сегодня будем готовить замечательные морепродукты. Морепродукты передо мной. И здесь у меня есть меди, кальмары, осьминожки маленькие. Так, ну, вроде бы... А, еще есть креветки. Вот, сейчас будем его жарить, сделаем такой морской коктейль. Ну что ж, поехали! Для того, чтобы это все приготовить, мы сразу включаем нашу плиту. Вот, и морепродукты я отправляю сюда. Хочу обратить внимание, что я его заранее еще ополоскал, потому что при транспортировке, да, заморозка бывает все такое. Вот, может что-то и осталось там. Но я его тщательно промыл, прежде чем погрузить в сковородку. Ну, как вы видите, я сюда не добавил масла. Почему? Потому что она влажная. Сейчас немножко влага уйдет, и мы начнем добавить... Ну, немножко будем жарить его. Ну, я думаю, что у меня пока еще есть время порезать репчатый лук. Морепродукты очень полезные. В нем много витаминов, и то, что нам нужно, все содержимое есть в них. Так, лучок мы добавили. И немножко дадим его раскрыться. У меня есть помидоры с собственным соком. Все продукты мы, конечно же, купили в Абсолюте. Сеть продуктовых магазинов Абсолют. Так что вы найдете буквально все продукты, то, что я готовлю в Абсолюте. И скажу по секрету, томаты с собственным соком я, конечно, потреблял фирмы, ну, итальянские помидоры, мути назывались. Но сейчас санкций нету их. Но я думаю, что в наших прилавках вы найдете достойные помидоры, вкусные. Самое главное, что есть цельные такие помидоры. Вот, качество хорошее, сразу видно, что высокое качество, ничем не хуже итальянского. Поэтому, вот, ну вот, буквально немножко уже начал выпариваться. И я сюда буду добавлять сливочное масло Федорича от Федорича. Масло очень удачное, очень хорошее. И, на мой взгляд, качество высокое. Но пока, по крайней мере, держится высокое качество. Вот так масло мы добавили. Убираем. Все это мы в сливочном масле. Это очень вкусно будет. Вот, они готовятся очень быстро. Вот, мы не дадим его сильно ужариваться. Здесь мы возьмем зелень. Вот, как вы видите, я беру прямо не глядя. И произвольно, вот так произвольно, как будто мы рвали рукой. Вот, это все сюда добавляем. Вот так вот перемешиваем. Ну, как вы думаете, что нужно делать? Солить? Ну, нет. Я добавляю помидоры в собственном соку. Посмотрите, как красиво становится. Разве можно такое вкуснятину не кушать? И сок. У меня уже слюнки текут. Пока никто не смотрит. Ммм, очень вкусно. Вот, почему я добавляю помидоры в собственном соку. Помидоры наши. Остренькие слегка. Поэтому я сейчас добавлю лимонный сок. Даст нам кислинку. Помидоры дают сладкое. Кисло-сладкий такой соус образуется уже. Вот, видите. Вот. И все это добро. У нас уже готовы. Откройте чемодан, пожалуйста. Окей, без проблем. Вы что, масло из Бурятии везете? Конечно, витоноски делаю. По-гостю. Натурально очень вкусно. И все, удумал. Сами будем есть. Федорович. Сделано в Бурятии. Сделано с душой. В Абсолюте акция. Колбаса любимая со шпиком 500 грамм. От даурского мясокомбината. Всего 85 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Акция с 4 по 10 апреля. Кафе-кофетун. Незабываемое кулинарное приключение. Трамп. Мы видим демократия, свобода. Он идет от одной из крупнейших партий. Всего две партии, представленные в американском парламенте. Республиканцы. Уже 250 миллионов выстрелили на борьбу с ним. А где же свобода? Где свобода в Америке? И в прессе нет у них свободы. И на выборах нет свободы. Еще нас пытаются упрекать. У нас тоже нету полной свободы. И прессы, и на выборах. Она везде с ограничениями. Везде с вывихами. Как и жизнь любого человека. Нет идеального человека. Каждый человек в своей жизни совершает какие-то проступки. Болеет и так далее. Ну, продолжаем покупать американские облигации. Это смешно просто. Нам говорят министры, не хватает денег. Мы сокращаем расходы. В то же время, по-моему, 5 миллиардов долларов направляют на закупку американских облигаций. Мы же уже купили украинские облигации. Это, конечно, не годится. Такой Минфин, такой ЦБ нам не поможет выравнивать нашу экономику. Кто-то лоббирует. Центробанк работает не на Россию, а против России. Ну и пожар на Березовской ГРЭС, Красноярский край. Всё замалчивает. Вот Волин, пускай бы проконтролировал, почему пресса замалчивает пожар на такой станции, как Березовская. Её немцы купили в своё время, эксплуатируют. Но они не хотят тратить деньги на ремонт. Зуд, когда Россия отремонтирует. Но тогда зачем мы РАО ЕС расчленять? Нам Чубайс говорил, будет больше станций, будет больше энергии, она будет дешевле, ремонт будет быстрее. Ну вот результаты. Ничего не произошло. Этого обманщика переводят на нанотехнологии. Госимущество завалил, РАО ЕС завалил, теперь заваливает нанотехнологии. Тоже кадровая политика, которую поддержать не можем. Скажу по секрету, уважаемые телезрители, что если вдруг под рукой не оказался нажиточка, вы не переживайте. Возьмите просто тарелочку, переверните. И вот прямо на этой полосочке... И ваш нож будет острым-острым. Ну что ж, уважаемые телезрители, как вы помните, я пока не добавил кисло-острый, сладкий помидоры в своем соку. Не попробовав, я не посолил. Поэтому сейчас немножко нужно посолить, потому что я уже попробовал его. Чуть-чуть поперчить, но не надо, потому что помидорчики у нас немножко острым вкусом. Вот. Наш морепродукты готовы. Но самое главное, выключаем плиту. Вот. Отодвигаем. Самое главное, у меня есть хлеб. Хлеб. Сейчас мы его раскроем. И я хочу морепродукты подать в хлебе. Это будет очень красиво и аппетитно. Ну что ж, режем. Ну что ж, мои уважаемые телезрители, открываем хлеб. Вот такой аппетитный у нас хлеб. Все это аккуратненько передвигаем туда. И все отправляем прямо в хлеб. Да. Разве можно такую вкуснятину не кушать? Вот такое красивое блюдо у нас. Мне уже нравится. Хочется быстрее пробовать. Ну что ж, когда есть под рукой вкусные ингредиенты, и приготовишь вкусно. Так. Украсим дольками лимона. Вы заметили, да, что весь сок пропитался в хлебе? О, красота! Для приготовления морепродукта в томатном соусе вам потребуется креветки, кальмары, щупальца осьминога, мидии, сливочное масло, лимон, зелень, томаты в собственном соку, лук репчатый и батон. Думаю, что на таком вкусном ноте можно пожелать вам... Ведь посмотрите, как красиво сможется аппетитно. Самое главное аппетитно. И самое главное, что мы приготовили правильно. Попробуйте у себя дома, радуйте своих близких. И на этой ноте я хочу вам пожелать приятного аппетита. И я ваш Ервант Борисович. Открывайте чемодан, пожалуйста. Окей, без проблем. Вы что, масло из Бурятии видите? Конечно, витоноски делаю по гостю. Натурально очень вкусно. И что, думал, сами будем есть. Федорыч. Сделано в Бурятии. Сделано с душой. Кафе-кафетун. Незабываемое кулинарное приключение. Трамп, мы видим демократия, свобода. Он идет от одной из крупнейших партий. Всего две партии, представленные в американском парламенте. Республиканцы. И уже 250 миллионов выстрелили на борьбу с ним. А где же свобода? Где свобода в Америке? И в прессе нет у них свободы. И на выборах нет свободы. Еще нас пытаются упрекать. У нас тоже нету полной свободы. И прессы, и на выборах. Она везде с ограничениями. Везде с вывихами. Как и жизнь любого человека. Нет идеального человека. Каждый человек в своей жизни совершает какие-то проступки. Болеет и так далее. Ну, продолжаем покупать американские облигации. Это смешно просто. Нам говорят министры, не хватает денег. Мы сокращаем расходы. В то же время, по-моему, 5 миллиардов долларов направляют на закупку американских облигаций. Мы же уже купили украинские облигации. Это, конечно, не годится. Такой Минфин, такой ЦБ нам не поможет выравнивать нашу экономику. Кто-то лоббирует. Центробанк работает не на Россию, а против России. Ну и пожар на Березовской ГРС. Красноярский край. Все замалчивает. Вот Волин, пускай бы проконтролировал. Почему пресса замалчивает пожар на такой станции, как Березовская. Ее немцы купили в свое время, эксплуатируют. Но они не хотят тратить деньги на ремонт. Зуд, когда Россия отремонтирует. Но тогда зачем мы РАО ЕС расчленять? Нам Чубайс говорил, будет больше станций, будет больше энергии. Она будет дешевле, ремонт будет быстрее. Ну вот результаты. Ничего не произошло. Этого обманщика переводят на нанотехнологии. Госимущество завалил, РАО ЕС завалил, теперь заваливает нанотехнологии. Тоже кадровая политика, которую поддержать не можем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин